Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» отвечаем на ваши вопросы. Уже не один раз на библейский портал приходил вопрос, как относиться к кремации. Традиция эта становится все более и более распространенной. Вопрос весьма актуальный. И вот вопрос прозвучал так. Подскажите ваше мнение, как относиться к кремации усопших? Дорогие друзья, кремация практиковалась в древности, как часть языческого обычая прощания с усопшим. Христианская церковь не одобряет и никогда не одобряла практику кремации. Почему? Потому что христианское отношение к телу человека не как какой-то временной оболочки, от которой душа должна как можно быстрее избавиться, а тело — это неотъемлемая составляющая человека. Человека, созданного Богом по образу своему, и цельный человек состоит из души и тела. Или, как некоторые святые отцы говорят, ссылаясь на слова святого апостола Павла, из духа, души и тела, то есть трехсоставность. Дух как высшая часть души. Поэтому тело человека — это храм Духа Святого. И поэтому отношение к телу человека должно быть благоговейным. Вот почему христианская церковь никогда не относилась к кремации как к чему-то нормальному. Если в Священное Писание мы посмотрим еще с самых первых книг Ветхого Завета, мы видим, что в первой книге Бытия Господь говорит нашим правоцам, согрешившим, земляеси и в землю отыдеши. Поэтому, нарушив волю Божию, наши правоцы после телесной смерти должны были опять пойти в землю. Правоцам Авраам, который именуется отцом всех верующих, мы тоже это читаем в книге Бытия, как он приобрел пещеру Махпела для погребения Сары, своей благочестивой супруги. И, собственно, пещера Махпела стала как бы усыпальницей этого рода патриархов. И вообще множество можно привести примеров из Ветхого Завета, равно как и из Нового, что после кончины человека его тело предавалось земле. Хочу поделиться с вами, дорогие друзья, чтобы не своими словами говорить, а говорить от Священного Писания и от святых отцов, как святые отцы относились к практике кремации, которая становится все более и более распространенной. В частности, преподобный Паисий Святогорец, когда ему примерно такой вопрос однажды задали, зачитаю вам из первого тома «С болью и любовью о современном человеке». Геронта. «Слышно, что собираются сжигать мертвых, как говорят, из соображений гигиены и для экономии земных площадей». Столица отвечает. «Из соображений гигиены? Да ты только послушай, и не стыдно им такое говорить. То, что всю атмосферу загадили, так это ничего, а косточки им, видите ли, помешали. Да ведь останки, кроме всего прочего, еще и омывают. А насчет экономии земли, в кавычках, неужели в целой Греции со всеми ее лесами невозможно найти место для кладбища?» Слово говоря, если это про Грецию идет разговор, то неужели в нашей необъятной России невозможно найти место для кладбища? «Одному профессору университета я сказал пару теплых слов насчет всего этого. Как же так? Для мусора находят столько места, а для священных останков не находят. Земли, что ли, дефицит? А сколько мощей святых может быть на кладбищах? Об этом они не подумали». И далее преподобный Паисий продолжает. «В Европе сжигают мертвых не потому, что их негде хоронить, но потому, что кремацию считают делом прогрессивным. Вместо того, чтобы вырубить какой-нибудь лесок и освободить место для мертвых, скорее освободят место от них самих, сжигая и превращая в залог. Потом кладут этот пепел в малюсенькую коробочку, считая все это дело прогрессивным. «Мертвых сжигают потому, что нигилисты хотят разложить все, включая человека. Они хотят сделать так, чтобы не осталось ничего, что напоминало бы человеку о его родителях, о его дедах, о жизни его предков. Они хотят оторвать людей от предания, хотят заставить их позабыть о жизни иной и привязаться к этой жизни». Конечно, дорогие друзья, в некоторых странах, где тоже проживают православные христиане, традиция кремации усопших является практически обязательной, причем на законодательном уровне, в частности, если мне не изменяет память, в Японии. И, конечно, живущие там православные вынуждены именно так прощаться с телами своих усопших. И, конечно, на загробную участь бессмертной души после расставания с телом, строго говоря, не влияет так принципиально, именно каким образом мы с телом прощаемся. Но все-таки христианская традиция, отношение к телу, благоговейного к телу, как именно к продолжению человека, именно к телу, как храму Духа Святого, она предполагает то, что мы должны именно с телом человека попрощаться именно таким образом, погребсти его в землю. Также очень интересный ответ святителя Николая Сербского Велимировича одному журналисту как раз об этой проблеме. Письмо 49-е, миссионерские письма святителя Николая Сербского. Вы спрашиваете, почему православная церковь против кремирования усопших? Во-первых, потому что считает это насилием. Сербы по сей день содрогаются от преступлений Синан-Паши, который сжег мощи святого Саввы во Врачере. Сжигают ли люди мертвых коней, собак или кошек? Я о таком не слышал, но видел и слышал, что их закапывают. Почему же тогда совершается насилие над мертвым телом человека, хозяина всех земных животных? Разве сожжение мертвых животных, особенно в больших городах, не было бы более оправданным, чем сожжение людей? Спрашивает святитель Николай. Во-вторых, этот языческий, варварский обычай был вытеснен из Европы христианской культурой почти две тысячи лет назад. Кто желает возродить его, тот пытается вернуть давно изжитый языческий обряд. В Англии, которую вряд ли можно назвать страной некультурной, этот вид неоязычества крайне непопулярен. Расскажу вам одну историю. Во время войны один известный серп повредился умом и незадолго до смерти попросил кремировать его, когда он умрет. Вот обратите внимание, дорогие друзья, святитель Николай констатирует, что человек, который сознательно попросил, чтобы его после смерти кремировали, повредился умом. В назначенный день наша небольшая сербская колония собралась у крематория на Голдерс-Грин. Когда тело покойного погрузили в печь, мы содрогнулись от ужаса при виде этого. Нас пригласили подождать с другой стороны печи, четверть часа подождать прах. Мы подошли бы, чтобы встретить своего земляка в виде горсти пепла. Прождав больше часа, в удивлении, что огонь так долго мучается с одним нашим покойным, мы спросили служителей, в чем дело. Он извинился, сказав, что печь совсем остыла, потому что используется не каждый день. Редко кто добровольно желает быть сожженным. Услышав это, мы разошлись, не в силах ждать конца мучений нашего брата. А если вам известно, в Лондоне ежедневно умирает больше тысячи людей. В Америке я видел могилы президентов Вильямса, Рузвельта, Линкольна и многих других выдающихся людей. Никто из них не был кремирован. Тем больше удивило меня, что среди потомков святого Саввы есть единомышленники Турка Синан Паши. Один персидский адвокат рассказал мне об их самом разумном, ну, с точки зрения персов, отношении к мертвым. Они, то есть персидские огнепоклонники, хотя и поклоняются огню, как божеству, но не сжигают своих умерших, а кладут их на землю для трапезы птицам. Их кладбище огорождено высокими стенами, на которых в ожидании дремлют стаи орлов. Гробовщики вносят на кладбище, покрытого полотном ногого усопшего, кладут на землю и быстро удаляются. Тогда орлы проворно принимаются за работу, и через несколько часов от мертвого человеческого тела остаются голые кости, которые уже никто не погребает. Персидская логика объясняет это так. «При жизни мы питались животными, справедливо и нам накормить их собою». Святитель Николай Сербский пишет. «Я был удивлен таким рассуждением, хотя должен был признать, что они не уступают рассуждениям приверженцев сожжения. Зачем создавать новые проблемы из уже решенных проблем? Если мы будем задаваться ненужными вопросами, то однажды начнем мучиться вопросом, не убивать ли нам престарелых людей, как это делают примитивные племена, и создавать общество, пропагандирующее такую «прогрессивную» идею». Святитель Николай свои письма писал в 20-30-х годах прошлого столетия, а сейчас, дорогие друзья, как вы знаете, уже и такая идея витает в воздухе и достаточно широко распространена. «И, наконец, станет ли разумный человек воевать против кладбищ на этой земле, где кладбища служат народной гордостью и источником вдохновения, и, если хотите, паспортом государства? Мир вам и здравия от Господа!» Так заканчивает свое письмо святитель Николай Сербский. Что можно сказать еще в добавление, дорогие друзья? Безусловно, и кто-нибудь из вас может возразить, и возразить достаточно уместно, что сейчас такие обстоятельства жизни, что приобрести себе место на кладбище очень дорого, и это, в общем-то, не по сильно простому человеку. Вы знаете, можно очень-очень расширить наш ответ, если мы сейчас будем перечислять все то, что, к сожалению, имеет место быть в нашей жизни. Все те злоупотребления, которые вокруг кончины любого человека совершаются. Даже вспомнить вот совсем такой тоже чудовищный случай несколько лет назад был, когда в одном провинциальном городе человек тяжело больной еще был жив, а подъехали две машины, конкурирующие друг с другом ритуальных служб, и более трех часов две машины ждали, пока человек скончается, чтобы первыми войти и забрать тело усопшего. Не будем сейчас углубляться, перечислять все то, что сейчас происходит. Вопрос прозвучал, как относится православная церковь? Уместно ли православному христианину сжигать тела своих усопших? Конечно, нет. Надо сделать все возможное, все, что от вас зависит, чтобы к телу усопшего человека отнестись благоговейно, именно как к храму Духа Святого. Помолиться о упокоении души усопшего, отпеть его в храме, если позволяет возможность, очно отпеть, это самый идеальный вариант, и погребсти его в земле, и молиться о упокоении его души. Вот таково православное отношение к телам усопших сродников. Всего хорошего. До свидания. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.